Здравствуйте, отец Михаил. Добрый день. Ну вот сейчас продолжает идти Великий Пост, и вы расскажите, пожалуйста, сейчас, как идёт подготовка к Пасхе, как продолжается пост. Действительно, прошло уже более половины поста, и сейчас мы уже приближаемся к Пасхе. Все эти недели, которые приближают нас к Пасхе, они особенные, подготовительные недели. Вот и сегодня, в сегодняшнюю субботу, такой особый день, называется этот день похвала Богородицы. В этот день совершается такая служба, которая бывает только раз в году. Накануне, в пятницу вечером, служится суббота Акафиста. Это называется такая особая служба, на которой читается Акафист. Акафист – это такое поэтическое произведение, написанное преподобным романом сладкопевцем, написано оно давно, в IX веке, и посвящённое Пресвятой Богородице. Оно очень красивое, очень такое радостное песнопение, радостный гимн. И вот в храмах в пятницу вечером совершается такая служба, на котором торжественно прочитывается этот Акафист. А в сам день праздников, в субботу, похвалы Богородицы, тоже совершается литургия. А по завершению литургии также мы молимся Пресвятой Богородице Деве. Вот это такой особый день, выделенный во время Великого Поста, когда верующие возносят такие сугубые молитвы Пресвятой Богородице. Но вот ещё о чём мне хотелось бы сказать в эти дни приближения уже к Пасхе, ещё раз вернуться к тому смыслу Великого Поста, который важно не забывать, находясь вот в этом времени. Вот очень хорошо этот смысл Великого Поста выражается в молитве, в одной молитве, которая читается только во время Великого Поста. Но читается зато она почти каждый день за богослужением и проходит таким литмотивом через весь Великий Пост. Это такая знаменитая молитва, я написал один сирийский подвижник Ефрем Сирин. Сирин – это значит сириец. Написал он её давно, тоже в IV веке. И звучит она так. И вот сегодня я как раз хотел поговорить об этой молитве, потому что в этой молитве содержится такая программа, что ли, действия человека на Великий Пост. Вот в ней, как в таком сжатом виде, в такой сжатой форме, содержится всё то, что нам необходимо не забывать, а удерживать в своей душе, в своём сердце, особенно во время Великого Поста, но не только, наверное, в течение всей своей жизни. Сама эта молитва, как вы, может быть, обратили внимание, хотя я её прочитал по-славянски, но я думаю, что в основном слова… Ну всё понятно. Да, понятно. Я сейчас ещё это немножко разъясню, поясню. Вот сама молитва, она состоит из трёх частей. Вот вначале мы молимся такими словами. «Господи, владыка живота моего», то есть «Господи, владыка моей жизни, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дай мне». Вот перечисляются таких четыре недуга, которые одолевают человека, такие четыре страсти, которые подчиняют человека, которые делают человека таким больным, больным внутренне. Вот первое – это дух праздности. Дух праздности – это, наверное, один из самых распространённых таких грехов, самых распространённых болезней человека. Что это означает праздность? Праздность – это когда человек не умеет ценить то время жизни, которое у него есть, не умеет жить так, чтобы каждая минута его жизни была осмысленной, чтобы всё то, что он делал, имело в виду какую-то ясную определённую цель. И человек, находящийся вот в праздности, человек, который попусту тратит время своей жизни, и вот бывает проходит какой-то промежуток времени, как об этом замечал один русский философ, такой Константин Леонтьев, он говорил, что страшна смерть не физическая, а та смерть, которая бывает при жизни, когда человек, казалось бы, живёт, но вот проходит время, проходит месяц, от этого месяца ничего не остаётся, как будто бы его и не было вовсе. Ни в душе не остаётся, ни в памяти. Вот проносится время, и ничего от него, ни хорошего, ни плохого ты не сделал за это время. Праздность, наверное, такая страсть, которая особенно для современного человека, особенно современный человек ей так подвержена. Раньше, когда человек работал на земле, и когда пропитание зависело от его трудов в полной мере, то тогда человеку было не до праздности, конечно. А сейчас современный человек, большую часть времени, помимо рабочего времени, конечно, когда он работает, но очень много времени проводит у телевизора, у компьютера, в интернете, или ещё там где-нибудь. У телефона. У телефона. То есть вот проводят его в таком ничего не делании. И ничего не делание кажется такой некой доблестью, к которой нужно стремиться. Вот не хочу работать, буду лучше там дома сидеть, ничего не делать. А оказывается, что сама эта праздность является таким источником многих бед человека, такой средой, из которой многие грехи вырастают у человека. Но вот следующий грех и страсть, который перечисляется в этой молитве, дух праздности, уныние. Вот часто уныние как раз и происходит от праздности. Вот когда человеку нечего делать, тогда, конечно, враг спасения человеческого начинает человеку искушать, и какие-то мысли у него приходят в голову странные. Ну и вообще человек начинает пребывать в таком расслабленном состоянии, в таком, ну как бы, измождении души, изнеможении ума. И постепенно человек погружается в такую пучину уныния, такой расслабленности души и тела, которая очень губительна для человека. И, наверное, очень сильно ранится душу человека, который унывает и может его вообще к такой погибельным последствиям привести. А всё это из-за праздности. То есть когда нету труда, нету радости от своего собственного труда, потому что радость обычно от труда человек получает, и это к унынию не может привести. А вот это вот уныние, которое сейчас модно называть словом депрессия, наверное, уже действительно захлестнуло огромное количество людей. И именно это праздность, скорее всего, корень. Праздность и уныние – это такие две страсти, когда человек сосредоточен сам на себе. Вот кроме самого себя его больше ничего не интересует. Вот унылый человек – это тот человек, который как-то и думает о себе, вот какой я несчастный, чего-то у меня там нет. То есть он думает, среда того, чем его мысли является он сам. И в противоположность этому, когда человек, наоборот, думает о ком-то другом, вот, то ему некогда унывать. Вот знаете, может быть, обращали внимание, что дети и старики часто, они никогда не унывают, потому что они просыпаются с утра, у них миллион дел, у детей там много таких. Это точно замечательно, да? Но бывают такие тоже старики, таких очень много, которые встают рано утром, и там им то им надо, и успевают сделать и то, и другое, и третье. Никогда ты не увидишь их грустными, унылыми, потому что нет у них праздности, а если нет праздности, то и уныние тоже отходит от них. Следующая такая страсть, которая в этой молитве перечисляется, дух праздности, уныние, любоначали. Любоначали в некотором смысле противоположность праздности. Любоначали – это такое состояние человека, который обязательно хочет властвовать над другими людьми. Вот, любоначали – это не значит любить начальство. Я так почему-то подумала. Вот это означает любить начальствовать, то есть любить над другими людьми. Командовать. Командовать. Конечно, такое искушение любоначали, оно тоже часто бывает, но бывает оно особенно с гордыми людьми. Когда человек считает, что он вправе, как-то распоряжаться жизнями других людей и старается такое властвование над другими людьми распространить как можно там больше и дальше. И, конечно, такой человек, вот как говорил один святой, он похож на яблоко, которое снаружи блестящее, а внутри изъедено червями. И тот же подвижник тоже говорил о гордом человеке, говорил, что гордому монаху, гордый монах не может быть одержим бесом, потому что он сам себе бес, он сам себя мучает и сам является источником собственной такой беды. Потому что гордость, гордость – это такое тоже умертвение души, когда душа становится бесчувственной к другим людям, когда она опять-таки замыкается, когда человек опять замыкается сам на себе, а поскольку в самом себе пустота, то и само содержание души становится таким пустым. Вот любоначалие. И последнее, это последнее, о чем просим мы избавить в этой молитве – это празднословие. Празднословие, наверное, тоже один из самых распространенных таких грехов. Вот люди очень много времени проводят там за телефоном или еще где-то. Празднословие. Дело в том, что празднословие, когда чем оно, что в нем опасного? Вот человек теряет сосредоточенность, вот такую целеустремленность, которая должна быть все-таки в жизни человека, такая собранность. И наоборот, он как-то разбрасывается. Чем больше болтаешь, чем больше говоришь, то многие тоже, многие замечали, наверное, это такое пустошение в душе происходит, такое какое-то внутреннее, в таком разобранное состоянии человек приходит. Вот. И празднословие, конечно, еще чем губительно, тем, что нередко, когда мы начинаем о чем-то празднословить, говорить, то все это превращается в какие-то пересуды, сплетни, в осуждение других людей. А как тоже один подвижник говорил, нет ничего хуже осуждения. Да есть такой закон духовной жизни, что кого в чем осуждаешь, сам потом то и делаешь. Вот поэтому нам нужно, как огня, бежать тоже и празднословие, стараться, чтобы вес нашего слова был таким большим, чтобы слово наше было действительно весомым, да, чтобы слово наше имело смысл, чтобы не проводить время впустую. Празнословие – это, конечно, такая разновидность еще и красности. Вот это то, что мы в этой молитве просим, от чего мы просим Бога избавить нас. И наоборот, в следующей части молитвы мы просим о добродетелях, которые необходимы нам для нашей жизни. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви, даруй миробу Твоему. Целомудрия. Целомудрия – это, наверное, одна из самых важнейших таких добродетелей человека. Чистота. Наверное, это одна из таких добродетелей, которая больше всего подвергается поношению, уничижению в современном мире. Когда кажется, что быть целомудренным – это какая-то такая постыдная вещь, а наоборот, быть нецеломудренным – это некая доблесть, некая заслуга, такая некая бравада человека, который живет в современном мире. Но на самом деле, вот само слово «целомудрия» оно очень выразительное. Оно показывает, что вот эта чистота телесная, она сооружает, как-то помогает и чистоте внутренней. И вот целомудренный человек – это человек целостный. Вот в самом слове «целомудрия» первая его половина – «целомудрия». Слово «целый», «цельный». Вот человек сохраняет такую, так сказать, тождественность самому себе, такую цельность, единство с самим собой. И наоборот, тот человек, который пускается во всякие разные блудные грехи, в таком человеке есть такой внутренний разлом, такая трещина, которая тоже очень отравляет жизнь человека. И такому человеку очень горько и тяжело, поскольку его мучает такая вот постыдная страсть какая-то. Хоть ее и называют иногда по телевизору доблестью или там какую-то заслугу, но человеческая совесть подсказывает вот всю грязь и нечистоту вот таких блудных страстей. И поэтому просим в этой молитве Бога, чтобы Господь нас избавил вот этой нечистоты и наоборот даровал и вернул нас вот к этой чистоте, к этой цельности, которая этой чистотой обеспечивается. Следующее, о чем мы просим, это мы просим о смиренномудрии. Вот смиренный человек, это, наверное, каждый христианин должен быть смиренным, поскольку и сам Господь, вот само существо, наша вера, она в том и состоит, что Бог всемогущий, всеблагой, вот Он становится смиренным человеком, то есть Он смиряет себя и становится человеком, причем человеком таким бедным, которому даже негде, как говорится в Евангелии, голову преклонить для того, чтобы спасти других, спасти весь человеческий род, спасти людей. И вот смиренный человек, он не только, стараясь, смиряясь, подражает Богу в этом высоком смирении, но также смиренный человек и сам обладает таким качеством, как такая трезвость взгляда на самого себя. Вот смиренный человек, это, наверное, тот человек, который как раз-таки и имеет адекватное представление о самом себе, каким же он на самом деле является. Вот если мы действительно посмотрим на свою совесть, посмотрим на самих себя, то увидим, что мы, конечно, кто мы, каковы мы, кто мы на самом деле такие. Увидим свою неправду, свою такую немощность. И такой человек, конечно, не будет превозноситься над другими, потому что знает лучше всего о самом себе всю правду он знает. И еще смиренный человек, вот у него, у смиренного человека, как мы сказали, такой очень трезвый взгляд. То есть это значит, что вот он обладает такой ясностью. Вот смирение – это то, что человеку дает возможность ясно видеть и самого себя, и то, что вообще вокруг происходит. Поэтому и добродетеля, который мы просим в молитве, называется смиренно-мудрие. Потому что смирение и мудрость – это, они связаны между собой. Вот мудрый, гордый человек мудрым быть не может. Не может он быть мудрым хотя бы потому, что он превозносит себя. Что значит превозносит? Это значит, что он делает себя, так сказать, происходит такой конфликт между тем, кем он является на самом деле, между реальностью и тем, кем человек хочет казаться. Вот гордо, такой тщеславный человек, вот он измышляет несуществующее. И постепенно окружает себя такими миражами, выдумывает себе несуществующую реальность и в этой реальности живет. Поэтому гордо человек мудрым быть не может. а мудрость, она доступна только смиренному человеку. Вот об этом мы просим в этой молитве. Дальше мы просим о терпении и любви. Терпение и любовь это есть те добродетели, которые, без которых нам невозможно обращаться с людьми, с нашими ближними и с дальними, и дома, и на работе, и где бы мы ни были. везде требуется такое терпение, снисходительность к людям, такой сострадательности. Ну и, конечно, если в нашем сердце не будет любви, то и все прочие добродетели не имеют смысла. Вот любовь это такая верховная добродетель и она, конечно, определяет вообще всю нашу духовную жизнь. Вот об этом об этих четырех добродетелях смиряно-мудрие, целомудрие, терпении и любви мы просим молитвы. И заканчивается молитва третьим таким прошением, в котором мы просим Бога, чтобы Он дал нам возможность видеть свои согрешения и не осуждать других людей. Наверное, нет ничего сложнее видеть собственные грехи и нет ничего легче, чем видеть грехи других людей. Но вот как раз Великий Пост это и есть то время, когда мы хотим обратиться, когда Церковь нас призывает обратиться к собственной своей жизни и заняться самим собой. И поэтому мы и просим, чтобы Господь даровал нам такую мудрость, видеть собственные прегрешения, видеть свою неправду, видеть свою болезнь. И ведь если мы знаем, что мы больны, то тогда мы можем приложить усилия, чтобы избавиться от этой болезни, которая губит нашу душу. Вот об этом, обо всем мы с вами и просим этой молитве святого Ефрема Сирина. Почему я о ней говорил? Говорил я о ней потому, что в ней заложено все то, ради чего Великий Пост и существует. Поэтому эта молитва, она и читается практически за каждым богослужением церковным. На будних богослужениях она читается по нескольку раз для того, чтобы человек не забывал, ради чего он постится, ради чего он живет, ради чего он ходит в храм. Спасибо, отец Михаил. Значит, завтра, в воскресенье, будет служба и повторите, пожалуйста, какой праздник завтра? Праздник в субботу? Сегодня. Сегодня. Праздник похвалы Богородицы. А воскресенье будет тоже литургия, обычная воскресная литургия, но это воскресенье будет посвящено такой преподобной Марии Египетской. Пятое воскресенье Великого Поста вспоминается такая замечательная святая, которая вела распутную жизнь, очень греховную жизнь, но затем с ней произошла перемена в ее жизни, и она обратилась к Богу. Вот вспоминается этот ее подвиг. Но об этом подвиге Марии Египетской я, конечно, могу долго рассказывать, наверное, сейчас уже времени нет. В следующей нашей встрече вы можете тоже рассказать. С удовольствием предоставим этот рассказ нашим радиослушателям. Поздравляем вас с праздником. Да, спасибо. Поздравляем всех наших слушателей и наших друзей. Спасибо вам, что вы пришли сегодня на передачу. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова